Всем привет, меня зовут Карл Гаш, и я решила сделать серию видео именно по критическому мишению, где мы будем с вами разбирать критическое мишение, все темы мы с вами разберём, чтобы вы могли эти видео просмотреть и, в принципе, понять всю теорию, и чтобы вам было легче подготовиться. И сегодня я хочу сделать видео про Argument Components and Conclusions. Давай сначала разберём, что такое критическое мишение. Критическое мишение — это у нас один из компонентов экзамена в ANOED. Получается, он у нас состоит из двух частей — Problem Solving и Тайрик Критикал Риди. И, получается, Problem Solving — это у нас логические задания, там нужно немножко знания математики, но такая базовая. Больше нужно уметь критически и как-то креативно мыслить. И в нём четыре типа вопросов, и мы разберём, какие в других видео. И также у нас есть Critical Reading. Там у нас, получается, это текстовое задание, и, прочитав эти текста, нам нужно ответить на вопрос. И всего там семь типов вопросов. Длительность экзамена — один час, и там всего 30 вопросов. Соотношение вопросов — это 50 на 50, то есть Problem Solving у нас половина и половина критикал Риди. Но мне кажется, в большинстве иногда бывает то, что критикал Риди чуть больше, чем Problem Solving. Но это зависит. Окей, начнём мы с критикал Риди, потому что там теория довольно лёгкая, и если вы её заучите, как решать задачи, вам будет намного-намного легче. И мы с вами пройдём Argument Components. Получается, любой текст имеет свою структуру, да? И нам нужно уметь разбирать текста по структуре, чтобы потом находить правильные ответы. И у нас есть несколько таких вот компонентов нашего текста. Они, конечно, варьируются, и каждый учитель называет их по-разному, но вот примерно мои. И первое — это у нас Background Information. Получается, это контекст или же информация, которая поможет нам понять текст. Обычно она идёт в начале нашего текста, и она преподносит нам факты. Просто факты, без каких-либо субъективных мнений и так далее. Просто, вот, типа, большинство людей делают то-то, то-то. Вот такие вот предложения — это у нас Background Information. Дальше у нас есть Claim. Claim — это уже причина, по которой автор начал свой аргумент. Или же это у нас позиция автора, то есть это такое предложение, в котором мы начинаем видеть, к чему больше всего склоняется автор, какое у него мнение. И это очень важно — уметь понимать, в какой момент мы перескакиваем от Background Information на Claim. Но самый важный компонент, вот здесь я отметила, это у нас Reasons and Conclusions. Получается, Reasons — это у нас причины, да? Причины, почему автор так думает. Причины, которыми автор доказывает свой Claim. И от этих Reasons он потом отталкивается и приходит к Conclusion. Вот. Это получается целый вывод, его общий обобщенный вывод всего текста. И Conclusion не обязательно должен быть в конце. Это примерно как идёт логика текста. И также у нас есть такая вещь, как Intermediate Conclusion. Это, допустим, оно существует, если у нас текст довольно большой, и оно помогает нам суммировать предыдущие причины и помогает нам прийти к основному заключению Main Conclusion, который это у нас вот здесь, вот этот Main Conclusion. Окей. Примерно мы поняли, какие есть виды у нас, получается, аргументов в тексте. Теперь давайте мы перейдём дальше. Попробуем сделать упражнение. Вы можете остановить и попробовать найти Conclusion и также разобрать этот текст на компоненты. Если вы это уже сделали, то давайте мы посмотрим на ответ. Получается, нам говорят то, что большинство языков, у них очень много акцентов и диалектов. Это такая обобщенная вещь, поэтому это просто background information, и она обычно нам особо ничего не рассказывает, кроме того, что мы что-то про languages будем говорить, да. И нам ещё продолжают говорить много информации, такую фактовую информацию, то, что they also contain... У них есть какие-то разговорные выражения, есть сленг, есть разные expressions, да, которые варьируются от региона к региону или с класса на класс. Это у нас, опять-таки, вот это всё верхнее, это у нас просто background information был. То есть давайте так вот сделаем. Теперь следующее предложение. The only way to learn a foreign language properly is to go and live in the country where it's spoken. Получается, вот здесь вот это уже как бы смешанная вещь, то есть это и как бы и клейм автора, но также и конклужин всего текста. То есть у нас текст маленький, поэтому это годится за конклужин. Чуть позже объясню, почему это у нас конклужин. Конклужин или же... И немного клейм там тоже есть, потому что это мнение автора, да, он считает, что единственный путь выучить другой язык – это пойти и жить в стране, в котором разговаривают на этом языке. Окей. И последнее предложение – это у нас reason. Reason. Что она нам говорит? So classroom teaching books and DVDs cannot give students an essay exposure to the variations and subtleties of everyday speech. Получается, нам говорят то, что вот обучение в classroom, либо же книжке, или же в разном DVD не могут дать нужного exposure. И как бы мы не можем понять всю эту вариацию, которую нам сказали здесь, если мы будем учиться в classroom, да, если мы будем учиться в кабинете через книжки. Это у нас просто причина, и от этой причины у нас следует конклужин, да. То есть если это так, если это у нас reason, то да. Значит, единственный путь учить другой язык – это пойти и жить в стране, в котором разговаривают на этом языке. Поэтому вот так вот примерно мы анализируем текст. Дальше. Теперь давайте посмотрим, как выглядит вопрос на экзамене. Получается, вот примерно такой вопрос у вас будет. И получается у вас здесь идёт сам текст, который вам нужно будет анализировать. Здесь вопрос и варианты ответов. В критическом машине всегда пять вариантов ответов. Первым делом мы смотрим на вопрос. Which of the following can be drawn as a conclusion from the above passage? Окей, то есть тут нам дают, как бы, подсказку, какой это тип вопросов. Этот тип вопросов – drawn conclusion. И чуть позже я расскажу, как решать тип вопроса drawn conclusion. Но в целом вы понимаете, ага, значит, это drawn conclusion. Я должен или должна следовать этой структуре. Ну вот, примерно вот так выглядит вопрос. Пока что разбирать текст мы не будем. Это вам просто для понимания. Теперь мы можем перейти к типам вопросов conclusion, которые бывают. У нас есть main conclusion и также есть drawn conclusion. Давайте начнём с main conclusion, потому что это у нас один из самых лёгких тип вопросов. А это именно потому, что main conclusion можно найти в тексте. То есть, как мы делали в вот этом задании, мы могли найти его прямо в тексте и сказать, вот это у нас conclusion. И то же самое можем сделать с вопросами main conclusion. Что я имела в виду под этим, да? То есть, если у вас есть сомнения, conclusion ли это или нет, то попробуйте убрать одно предложение. Если текст кажется незаконченным, то, возможно, предложение, которое вы убрали, и есть main conclusion. Но, опять же, есть другие способы найти main conclusion, о которых я расскажу чуть позже. Также, получается, вы смотрите на вопрос, у вас будет здесь написано main conclusion, вы читаете текст, находите примерно ваш правильный ответ, да, и в ваших вариантах ответов, вот здесь, да, будет перефразированный вариант. То есть, допустим, вы здесь находите его, и в варианте ответов будет перефраз. Но, как вы видите, это у нас drama conclusion, поэтому я примерно просто показываю. Drama conclusion немножко по-другому решается. Окей. Теперь давайте посмотрим, как же грамматически выражается наш conclusion. Он может выражаться как transitions. То есть, therefore, so, и так далее. То есть, это прямо если лёгкий текст, то его вы сможете примерно вот с помощью вот этих вот слов, также ещё this и прочее. Вот такими словами вы сможете их найти, но это не всегда. То есть, если вы видите это слово, это не означает, что это 100% conclusion, но зачастую это так. Но вам нужно всегда перепроверять, потому что therefore ещё может быть intermediate conclusion. Вам нужно перепроверять. Дальше у нас могут быть модальные глаголы, да, то есть should, must, ought to. Если вы такое видите, то, возможно, скорее всего, это у вас main conclusion. Но опять же нужно перепроверять. И также у нас есть такая вот key words, как because, for this reason, however, in addition, moreover. И эти слова, которые нам показывают, что это не conclusion. То есть, допустим, да, вы видите предложение, да, и тут говорится because, что там. И получается, если вы видите здесь because, это означает то, что, скорее всего, вот это вот то, что идёт за ним, это reason, то есть это не conclusion, да, но, скорее всего, то, что идёт перед ним, может быть conclusion. То есть вот такие keywords могут нам показывать, что где-то рядом у нас есть conclusion. То же самое, for this reason, это похоже. И however, что с ним, получается, however, это у нас указывает на claim. И мы сможем понять, какой у автора, какая у автора позиция, это нам может как-то упростить задачу нахождения конкурсина. Также in addition, moreover, это, получается, скорее всего, introduction of new ideas, introduction of background information, может быть, да, то есть либо же introduction of new reasons. И мы, если такое видим, скорее всего, мы поймём, то, что идёт после них, это точно не conclusion. В практическом мышлении также важно уметь убирать неправильные варианты, так же, как и находить нужный ответ. Теперь давайте сделаем небольшое упражнение. Вы можете поставить на паузу и попробовать найти правильный ответ, а я вам просто покажу сейчас ответ. Получается, первое предложение. Давайте разберём текст. Сначала смотрим на вопрос. Нам надо найти main conclusion. Окей. So, parents naturally tend to think that because they are older and more experienced, they know better than their children. Это у нас просто background information, да, просто вот родители думают вот так. Это просто факт, который нам говорится. Дальше. They consequently assume that their judgment and decision are the right ones. Опять же, просто нам рассказывают всю суть проблемы. Это просто background information. But, здесь вот but, это обычно сигналит о том, что скоро будет мнение автора. Давайте посмотрим. In many ways, children are much cleverer than their parents give them credit for. Окей. Значит, автор, скорее всего, думает, что дети намногонее своих родителей, чем родители считают. Это уже у нас claim идёт. Мы здесь понимаем позицию автора. Окей. They frequently display problems, loving skills that their parents do not possess. Окей. Здесь уже получается какой-то... Здесь мы, получается, будто бы хотим сделать вот этот вот claim сильнее, будто бы мы добавляем какие-то причины, да. То есть, во-первых, да. Первая причина. У них есть problems solving skills. Во-вторых, они очень adventurous. Это вторая причина. Да. Они не боятся делать ошибки. И смотрите. Тут у нас... Мы говорили то, что should. Скорее всего, это main conclusion. Но давайте ещё раз перепроверим, да. Parents should pay closer attention to what the children have to say and allow them to make more decisions for themselves. И это как раз-таки похоже на conclusion, да. То есть, мы рассказали причину, да, вот эти все... И эти причины привели нас к нашему как conclusion, да. То, что... Ага. Раз уж у них есть какие-то problem solving skills, и они очень... Они не боятся делать ошибок, то стоит прислушиваться... Родителям стоит прислушиваться к своим детям. Получается, conclusion у нас суммирует всё, что было сказано до этого. Он суммирует и наши claims, и background information тоже включает в себя. И вот это вот просто apart from anything else, это как moreover, просто мы добавляем то, что... Возможно, это ещё одна причина. Мы просто добавляем деталь, то, что, да, это ещё поможет нам relieve many unnecessary family attentions, которые могут быть дополнительной причиной. И всё. То есть, как вы видите, conclusion не всегда должен быть у нас в конце. И получается, мы теперь находим перефразированный вариант в ответах, и это у нас получается d. Теперь давайте посмотрим на другие варианты ответов, которые можно было бы убрать. Что нам much covered and date parents give credit for? Это просто claim. Это мы пока что не пришли к нашему main conclusion, да, поэтому не подойдёт. И плюс он ещё комбинирует reason и claim. А нам нужен просто main conclusion. И плюс он должен быть перефразированный вариант из текста. Дальше. Первое, сначала assume, это опять-таки просто background information был. Следующее. Children don't mind making mistakes. Did they extend their opinion? Опять же, это просто reason. Да, у нас был такой reason. Это не conclusion. И последнее. Е — это просто повторение ещё одного reason. А у нас остаётся только правильный вариант d. То есть, и так это и сложно. Просто нужно больше практиковаться и вот так вот анализировать свои ошибки. Тогда вы сможете стать лучше в том, чтобы находить правильный ответ. Теперь давайте перейдём к drone conclusion. Drone conclusion отвечает от main conclusion тем, что его нету в тексте. То есть, если мы могли main conclusion найти в тексте и показать его, то в drone conclusion нет. Потому что drone — это означает то, что мы сами должны прийти к нашему conclusion. Мы должны сами его сформулировать и найти его во вариантах ответа. Получается, вы должны рассмотреть все варианты и выбрать тот, в котором больше всего совпадение с основным текстом. И да, он обычно продолжает последнюю мысль, поэтому то, что вам нужно обращать внимание, трое всего последние несколько предложений. Но это, как обычно, не всегда. Но зачастую. И тут ещё вы не можете убрать некоторые части из текста, потому что это вам никакой пользы не принесёт, как main conclusion. Теперь, как правильно находить drone conclusion? То есть, conclusion у нас должен быть related to the given text. Это самое важное. То есть, в любых задачах critical thinking вам нужно делать так, чтобы ваш вопрос был очень тесно связан с текстом, чтобы вы не уходили за текст. Если текст у нас такой более обобщённый, да, допустим, текст про школу in general, и не упоминается никакие single gender schools, да, то ваш ответ тоже должен быть про это. То есть, он не должен быть слишком специфичный. Если вы говорите просто про школу, а ваш ответ про single gender schools, скорее всего, это неправильно. Или, допустим, вы говорите про весь мир, ваш ответ про Британию. Это так не будет. И также, если ваш текст, наоборот, очень специфичный, да, про single gender schools, то в conclusion вам тоже нужно его упомянуть. То есть, не должен быть too general. Окей. Есть несколько техник решения drawn conclusion. Допустим, вы можете придумать заключение самому и суммировать его в одно предложение. Но не всем это подходит, это может занять время, но если у вас хорошо с этим получается, можете попробовать. Также вы можете определить главного персонажа, главную мысль, или же вообще о чём текст. Вам нужно определить main character. Потому что, скорее всего, main character будет появляться в вариантах ответов. И будет стоять самым первым в предложении. Да, также, как я уже сказала, так как упор идёт на нахождение конкурсона, скорее всего, логика будет идти так, что вы будете идти сверху вниз, и последние предложения будут иметь самую важную информацию. Также вам нужно смотреть на совпадение с текстом. В конце, как только вы определились, убрали ненужные варианты, и у вас осталось только несколько, и вы не можете понять, какой из них, то посмотрите на совпадение с текстом, насколько там много совпадений. И чем их больше, тем лучше, потому что тем больше вероятности найти правильный ответ. И ещё раз, так как это drawing conclusion, я сказала, что его нет в тексте, вам нельзя использовать предложения, которые точь-точь сказаны в тексте. То есть, если какая-то вещь точь, почти слово в слово сказано в тексте, и вы находите его в вариантах ответов, то вам, скорее всего, не нужно выбрать этот вариант ответа. Давайте попробуем сделать текст, который мы смотрели в самом начале. Так как это у нас drawing conclusion, как раз-таки это нам подойдёт для практики. Получается, окей, давайте вообще поймём, о чем текст. Очень много лет мы думали, что птицы, они такие интеллигентные, чем люди или же приматы. Но сейчас это выглядит так, что некоторые species of birds, какие-то типы птиц, да, они так же хорошо думают, как и приматы. Трицы-вороны могут делать и создавать tools, и они очень как бы хорошо могут находить и защищать свою еду. И получается у нас вопрос, а как может птица с маленьким walnut-sized brain делать такие achievements? Как она может так делать, да? А ответ-то в том, что вот и вороны, и приматы, у них намного больше мозг, чем мы могли бы ожидать от размеров тела. И то же самое мы можем найти в людях parrots and chimps, all intelligent animals. Тут, скорее всего, подойдёт стратегия посмотреть на вообще последние несколько предложений, потому что они нам, в принципе, говорят, какой может быть конкурсион. Теперь давайте посмотрим на варианты ответа, да? Apes are not similar to humans as have been fought. Точно нет. Потому что у нас текст про именно интеллигенцию птиц, и как это соотносится с людьми и приматами, и плюс, как это относится к их размерам мозга. И опять же, мы не делаем никаких в B, мы не делаем никаких сравнений с другими птицами. То есть мы просто это как, привели как пример, да? Поэтому B тоже не подойдёт. Как наш конкурсион. Теперь, animals that cannot create tools are not intelligent. Это мы уже идём за текст, да? Мы говорим про intelligence, нам не нужно ничего про not intelligent. Мы уходим за текст, поэтому C не подходит. D. Relative brain size is a better indicator of intelligence than absolute brain size. И это D правильная конкурсион, потому что, следуя из того, что мы тут говорили в последних нескольких предложениях, D подходит как самый логичный. То, что мы говорили. Нам говорят то, что иговороны и приматы у них босс намного больше, чем мы ожидали от пропорций, да? Их тела. И мы говорим то, что, ага, значит, именно соотношение мозга с... Отношение мозга с телом намного лучше указывает на интеллигенцию, кого-то, чем просто в целом размер самого мозга. Потому что здесь нам говорили walnut-sized brain, и тут же еще нам говорят то, что much bigger than и так далее. То есть здесь вот из всего текста мы можем прийти к этому конкурсиону, потому что main character это у нас все-таки, наверное, brain. И последнее от Q. It could be argued that birds are as intelligent as apes. Тут у нас не только apes, да, и birds. у нас есть humans, у нас есть parrots, у нас есть chimps. И тут про, больше про intelligence, нежели про кого-то индивидуально. И тут больше про, наверное, именно мозг. Так что идеи подходят намного лучше, чем я. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо, что его досмотрели. Поделитесь с этим видео с друзьями, и не забудьте подписаться на мой YouTube и Instagram. Везде у меня один и тот же ник. Буду рада вас видеть на моем канале. До встречи, до следующих видео. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok